Все ли могут улететь в космос? С таким вопросом обратились сотрудники музея к школьникам, которых интересует профессия космонавта. У школьников города в преддверии дня космонавтики была возможность поучаствовать в игре путешествия. Сотрудники музея устроили настоящий мозговой штурм для школьников. Рассказ ведущей сопровождался красочным фильмом «Космос». В итоге пришли к выводу, что прежде чем лететь, нужно подготовиться к полету. В отряд космонавтов зачисляют только самых здоровых, образованных и смелых. Также для наглядности детям представили новую выставку «Вперед в космос». Сегодня мы награждали ребят, которые участвовали в конкурсе рисунков, поделок, посвященных полету Валентины Терешковой. Мы открыли выставку совместно с музеем космонавтики. Наша выставка рассказывает о героях космоса. Отдельное внимание мы уделили нашему земляку Андреану Григорьевичу Николаеву и первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Также не могли не затронуть развитие вопроса детского космического движения юных космонавтов. По скромным подсчетам в республике действует около 82 отрядов юных космонавтов. В Новочебоксарске это движение только добирает обороты. Далее у ребят была возможность рисовать светлым песком и пройти мастер-классы по рисованию на гипсе. Мы реализовали проект «Космос на ладошке». Для этого проекта мы создали такую творческую мастерскую по изготовлению гипсовых игрушек на тему космос. Наш отряд юных космонавтов «Спейс» сотрудничает с Музеем истории и краеведения города Новочебоксарска. И совместно с ними мы организовали эту творческую мастерскую вот здесь. И сейчас ребята выполняют эту работу. Для начала создается эскиз. Мы рисуем рисунок, который мы хотим уплатить. Потом из культурного пластилина лепим саму фигурку. Фигурку надо будет потом положить плотно к гладкой и твердой поверхности. Далее покрываем акрилом. Акрил высыхает и покрываем силиконом. Силиконом покрываем два слоя. Когда полностью все высохнет, силикон отсоединяем от пластилиновой фигурки. И потом уже разводим гипс и заливаем. Фигурка высыхает и шлифуется. И уже фигурка гладкая, можно ее раскрашивать. Возможность узнать о тайных космоса и пройти занимательные мастер-классы можно еще в течение месяца в музей краеведения города. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.